Уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, заседание сегодняшней нашей комиссии посвящено вопросам формирования спроса на инновационные разработки, на продукцию, связанную с этим. И, конечно, перед началом я поучаствовал в форуме, получил приятные эмоции, познакомился с некоторыми новыми проектами, такими как «Магазин будущего» и «Умный дом». Впечатляет, конечно, я не знаю, когда это будет доступно, но если это случится, то уровень сервиса будет уже соответствовать 21 веку. Это меняет и наше представление о привычных вещах, о том, как выглядят магазины, о том, как там считают, о том, как себя ведут с покупателями. Я надеюсь, что эти технологии уже буквально совсем скоро найдут свое применение в обычной жизни, потому что цель любых изменений все-таки в повышении качества этой жизни, в том, чтобы жизнь была более комфортабельной и более интересной. У нас созданы так называемые звенья инновационного лифта, необходимые для воплощения конкретных научных идей, проекты, технологии. Сформирована нормативная правовая база, работают институты развития, на финансирование которых выделено почти полтриллиона рублей. И это очень важно. Я про цифры говорить не буду, сказал об этом на форуме. Но мне бы очень хотелось, чтобы те, кто, собственно, с этими цифрами оперируют, те, кто занимается развитием, те, кто занимается инновациями, рассказывали об этом, чтобы не возникало разговоров о том, что мы все свернули. Это все просто нечестно, вранье это все. И даже, честно говоря, меня удивляет, как вообще такие вещи появляются. Одна тема абсолютно конкретная. В сентябре мы приняли непростое решение о ставках обязательных страховых взносов. И, с одной стороны, они уменьшились, с другой стороны, мы вынуждены были пойти на определенные дополнительные платежи. Для большинства компаний, тем не менее, следующего года они понизятся. Но для некоторых они станут более высокими из-за того, что вводится дополнительная ставка для относительно высоких зарплат. Я дал указание пересмотреть соответствующую практику в смысле возможности использования пониженных ставок для высокотехнологичных и инжиниринговых компаний. Я знаю, что Минэкономразвитие над этим работало, и соответствующие предложения были подготовлены. Но, насколько я понимаю, в законопроект они не вошли. Это плохо. Мы договаривались ровно о другом. Как и в отношении льгот для некоммерческих организаций, занимающихся благотворительностью и иной социально значимой деятельностью. Я жду, что эти законопроекты будут подготовлены в самое ближайшее время и представлены для внесения до конца ноября. Поэтому это поручение правительству заботиться этим и представить соответствующие решения. Мы тратим весьма серьёзные средства и вправе рассчитывать на эффективность действующей системы. К сожалению, такой инновационный лифт далеко не всегда срабатывает. В полной мере где-то просто застревает где-то. И проекты, которые были представлены на выставке, о которых мы ещё будем говорить в ходе нашей комиссии, являются скорее исключением из правил, чем закономерным результатом проделанной работы. Так что хотел бы, чтобы мы тоже из этого исходили. Сегодня должны прозвучать идеи и предложения, как стимулировать спрос на инновации, какие нужны механизмы для их успешного внедрения и использования. И давайте тогда начнём работать, потому что у нас есть ещё второй вопрос – это подписание соглашения о сотрудничестве между фондом Сколкова, Сколковским институтом науки и технологий и MIT.